Камера включена. Всем привет! Сегодня у нас с вами будет очень необычное видео. Мы будем делать чипсы из ананаса. Для этого нам понадобится ананас. Мы его уже приготовили. И сироп. Сироп мы уже сварили. В способе приготовления сиропа у нас будет отдельное коротенькое видео. Готовить его очень просто. Для начала мы что делаем? Мы режем ананас. Давай, давай, сейчас мы уберем скатерть. Вот он наш ананасик. Что, намочили? Мочили, сейчас мы будем. Смотри, что у меня делали. Ничего страшного. На кухне было такое бывает. Да. Так, сейчас мы возьмем мисочку. Для того, чтобы от ананаса мы складываем вот сюда. Да. Берем нож. Да. Острый. Поэтому, что вы должны делать? Не лезть, да? Не лезть. Потому что детям ножик очень опасный. Да. Для детей он очень острый. Да. Их еще очень маленькие, а берешь небольшие. Я вам сейчас дам обязательно попробовать. Ого, как ты классно вырежаешь. Так, обычно со всех сторон его надо. Когда я вырасту, я тоже как буду. Будешь обязательно, конечно. Да, и ты будешь. Теперь разрезаем ананасик пополам. У нас получится вот такие две половинки. Берем овощерезку и попробуем вот так вот тоненько нарезать наш ананас. Ну, а хотя да, совсем тоненько. Угу, пробуй. Ананасик пополам. Иди хотя бы попробовать. На. Или этого. На. На. У кого нет овощерезки, можно воспользоваться обычным острым ножом. Вот так вот порезать тоненькими пластиночками. Не принципиальный вопрос. Да. Даже я вам скажу, что ножом удобнее, потому что на овощерезке, ну, очень мелко получается. Очень тоненько получается. Угу. Я не уверена, что это есть хорошо, что это хорошо. Да. Мне кажется, что вот такие вот долечки намного лучше, да, чем на овощерезке. Да. Поэтому рекомендую резать острым ножом. Да, детям особенно вот так вот нельзя пальцем от ножика делать. Да, не так, никак по-другому. К ножу дети не должны прикасаться лет до 18. Да. Теперь нам понадобится сироп. Сироп. Опускаем вец и ананасик. Сироп буквально на 5 минуточек. Давайте вот так вот по одной, чтобы он... Вот Марти и Марсела помогают. Немножу сироп остыл. Это безопасно. Он не горячий. Поэтому они спокойно могут поучаствовать в процессе, да? Да. Молодцы. Угу. Здорово. Ну, постоял ананасик минут 5. Он пропитался сиропчиком. Теперь мы будем его сушить. Сушить такой ананас можно двумя способами. Первый способ. На противень кладете пергаментный вес и выкладываете она сюда. Еще у нас есть вот такая вот чудо-сушка. Она так и называется. Чудо-сушка для овощей и фруктов. И мы попробуем немножко, мы посушим чудо-сушки, а немножко попробуем посушить духовки. Я хочу просто сравнить, какой из вариантов получится более вкусным. Да, вкусным. И потом мы уже сможем и вам порекомендовать более интересный вариант. Значит, выкладываем аккуратненько вилочкой ананасики вот сюда. на пергамент. Жаробля небольшая наша готова. Сейчас, значит, мы ее загружаем в духовку. На 180 градусов поставлю я ее. И помею. Я не знала, сколько часов на это уйдет. Но 2-3 это точно. Будем ориентироваться в процессе приготовления. Так, наверное, надо на, я думаю, так, 180 вот так. И поставим мы ее на гриль. Теперь, то, что осталось, мы будем складывать нашу чудо-сушку. Мы очень любим сушить не яблочки, да? Да. Всякую грушу. Всякую? Всякую грушу, да. И еще что-то бананы. Грибы очень удобно. Они сушили бананы тоже. Правда, мы не пробовали бананы делать. Яблок мы делали очень много. И грибы я тоже сушила. Ну, на следующей неделе давай вот тут нам другое видео делаем на вот этой штуке. А банан? Банан? Ну, давай сделаем банан. Легко тоже можно сделать его в сиропе, да? Да. И потом подсушить. Посмотрим, что получится. Да. Мы очень любим экспериментировать. Экспериментировать? Марселла и Мартин можно, конечно, они очень любознательные детишки. Они всегда помогают мне на кухне. Так. Всегда, когда кто-то что-то делает, мы помогаем. Так? Да. Один ряд у нас уже готов. Сейчас второй ряд давай сделаем. Я думала, на другом ряде будут. Ну, вот точно, что мы вам можем порекомендовать, это резать ананас все-таки ножом. Ну, вот сравните. Вот это вот на сласере, а это вот на ножом. Она у нас так хорошо полезла, Бась. Ножом лучше получилось. Да. Игрушечным ножом так вот этим вот желтеньким хорошо лежать. Накрываем нашу сушку крышечкой. Крышечкой. Сейчас можешь целый будет включать. Так, где-где-где-где-где? Вот. Включаешь. Все. Теперь осталось нам только подождать. Набраться терпения. Да. И дождаться, когда это приготовится. Угу. Да. А теперь мы, наверное, что сделаем? Теперь мы, наверное, к баюшке пойдем? Да. Да? Пока оно будет сушиться, вы как раз выспитесь. Да? Да. Скоро мы с вами опять свяжемся. Угу. Угу. Так, первый вариант с духовкой у нас окончен. Сразу хочу сказать, получилось не камельфо. И еще, мягко говоря, пока детишки спят, я хочу дать несколько рекомендаций. То есть, по поводу нарезки я уже говорила, резать обязательно ножом. Вторая рекомендация. В пергаменте, перед употреблением, обязательно смазывать маслом, потому что это все сейчас умеет прижаривать. И третья рекомендация. Ставите в духовку не на 180 градусов, а максимум 150, даже можно на 130. А мы, тем временем, пока будем ждать, вот, что у нас происходит здесь. Намного интереснее процесс происходит. Они равномерно, видите, все просушиваются. Они еще мягенькие. Я думаю, еще пару часов нам надо, чтобы они у нас дозрели. Ну вот, подошло к концу наше сегодняшнее видео. Значит, чипсы, которые мы приготовили в духовке, мы уже ополовинили. Как раз к этому времени у нас вот уже подоспели чипсы из Чудо Сушки, да? Давай, Марсалочка, выключай кнопочку нажимать. Открываем крышечку. Та-дам! Вау! Вот они наши чипсы. Горячие, осторожно, киси. Вот две жаровни, можно сказать, у нас. Подожди. Ну, не очень горячие, можешь взять, если хочешь. Ну, да. На, пробуй. А я просто... Что, горячие? Не, не горячие, но. Кусай. Почти, птица, что ли? Нормально, откуси. Нормально, откуси. Это вкусно. Я люблю на вот это вот вкус. Вы знаете, получилось вкусно. Да. Очень вкусно. Очень, очень вкусно. Очень, очень вкусно. Нереально вкусно. Нереально вкусно. Поэтому мы всем вам рекомендуем. Да? Ммм, сладкий. Вкусный. Сладкий. Заходите к нам почаще. Ветячи. Мы всегда рады вас видеть на своем канале. Марселл Энд Компани. Да? Да. И мы будем вас радовать новыми видеоэкспериментами, путешествиями. Да? Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте кнопочки, колокольчики. Мы ждем вас. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.